у меня есть немножечко японских кровей совсем чуть-чуть немного русских но вообще по большей части кореянка до 11 лет жила в пятигорске вот потом в 11 лет переехала москву и вот уже три года живу в питере слушайте уют я себе создала даже у меня дома хорошо у меня такой по фэншую все у меня есть код замечательный то есть меня есть о ком заботиться нет грустно конечно без родителей знаете я выросла вся в любви я единственная девочка у меня два старших брата и папы не всегда так воспитывали как принцессу я изначально воплощала мечту моей мамы я мама в три года отправила на художественную гимнастику потом на профессиональный балет и я не осознавала что делаю я просто должна была танцевать 15 лет приблизительно я начинаю влюбляться в это дело мне начинает получаться и и все я помню что два года абсолютного счастья и бамс на третьем курсе травма очень серьезная реабилитация больница ходить заново училась и пришлось покончить со всем этим выкинула все свои пальцы депуанты пачки все что связанное с танцами ты живешь четко осознавая что ты будешь делать какая у цель какая у тебя мечта и вот как бы ты хотела чтобы тебя похоронили я еще помню как я бы хотел что меня похоронили в пачке принесли так красиво а тут все это рухнуло я еще очень эмоционально и конечно в 16 лет мне было тяжело у меня двое как правильно будет сказать двое отношений был серьезных по два года сейчас такой период очень насыщенный насыщенный настолько что тебе на себя то времени не хватает это тоже преступление что я будь с человеком и не дарить себя ему когда встречалась любила я просто была счастлива мне казалось но я ничего не делал вообще не развивалась если у меня появится любовь конец моей карьере это сто процентов я это знаю я поэтому даже боюсь понимаете человек двигается когда у него какие-то обстоятельства наверное или когда его что-то подталкивает очень я очень хочу детей но в первую очередь от надежного папа мне бы хотелось хочется встретить мужчину такого посмотреть и понять что блин будь я ему доверяю у меня мама болевая очень бабушка такая же и я такая же мне бы хотелось в себе это искоренить а как это искоренить можно только найти мужчину который усмирит наверное да и которому захочу покориться и когда я уже стану старенькая вот тогда можно семью заводить у балерины срок короткий что мне стало 10 лет потанцевать что мне мешает жить спокойно я вам скажу чувство с детства мама всегда мне какие-то лидерские задатки вот она мне с детства в голову вбивала что должна быть лучше всех и сейчас я например не готова довольствоваться чем-то среднем это это чувство первенства она мне мешает я почему-то не могу же долго когда все хорошо мне почему-то нужно чтобы что-то происходило ну я не вот все хорошо мне мало надо куда-то идти надо что-то делать и даже на курсы рисования записалась вот зачем они у меня честно говоря не знаю о я вообще я всегда себя жалею постоянно мне все друзья привыкли что есть обязательно должна поныть и они мне должны быстро сказать стандартные фразочки оп-оп я успокоюсь и все я очень самокритичный момент самой не очень неуверенно в себе поэтому сказать что ой я бы хорошо сыграла того-то того-то не могу я танцую всяких и злодеек всегда ты какая-нибудь разлучница плохая женщина которая совращает кого-то вот сейчас вы будете надо мной смеяться у нас актер в театре все говорят о чем-то таком высоком великом а сверхзадачи как они чувствуют эту роль я мечтаю сняться каким-нибудь супергероем я вот смотрю в андер вуман и я представляю что ты я просто лечу с этим мечом и мне так вдохновляет ужасно мне это так нравится я готова впитывать и готова слушать я хорошо отношусь к критике ну к нормальной естественно вот мне хочется научиться кинотест может быть люди видят меня настоящую хоть чуть-чуть потому что все эти соцсети все это немножечко другое впечатление складывает но я же знаете на людях такая такая сильная я такая все я сейчас я ипотеку взяла вообще сумасшедшие зачем я это сделала не знаю вот все такая мощная а на самом деле нет я вообще абсолютно очень мягкая ранимая жалостивая вот а 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 да